Всем привет! В нашем мире существует множество красивых интересных мест, в которых хотелось бы побывать. Однако планета невероятно большая, жизнь человека кратка. Так как же выбрать из тысяч достопримечательностей те, которые обязательно стоит увидеть своими глазами? Что ж, не переживайте, ведь специально для вас мы запустили телеграм-канал Мирозор за гранью обыденности. Ссылка на телеграм-канал будет в шапке профиля ютуб-канала. Подписывайтесь на канал и увидите много интересного и познавательного контента. Так как просто-напросто не могу в этом удостовериться. Также каждая история будет представлена в виде рассказа очевидцев. Не забудьте поставить лайк. Приятного просмотра! Пэт Рэйчел, штат Невада, США Я хозяйка мотеля Little Alien в живописном городке Рэйчел в штате Невада. В один из первых наших приездов в этот мотель прямо сквозь заднюю дверь в дом проник сияющий шар. Он вломился на два метра в комнату и осветил весь дверной проем. Мы с моим покойным мужем почувствовали чье-то присутствие. Мы громко сказали, что оно может чувствовать себя как дома и что мы будем всегда ему рады. И если ты умеешь проходить сквозь обитую сталью дверь, ты уж точно сможешь открыть пивную банку или забраться в один из моих холодильников. Так что просто заходи и располагайся. Дэвид и Шайла, Модеста, штат Калифорния, США Однажды я чинил крышу и увидел в небе яркую точку. Она приблизилась и остановилась. Просто яркая точка света. Шайла вышла и тоже ее увидела. Эта точка повисела минуты три, наблюдая за нами. Шайла подумала, что это самолет, который снижается над нашим домом, но когда я посмотрел на нее в бинокль, оказалось, что она больше похожа на цилиндр и очень быстро летит к нам на небольшой высоте. Мы увидели, как что-то отделилось от нее и вдруг она резко взлетает вверх, прямо перед нашей крышей и исчезает. Роберт, Нью-Йорк, США Хмурым утром в марте 1990 года я летел за штурвалом своего самолета из аэропорта Сан-Артур по Кипсе. Я приближался к проливу Лонг-Айленд-Саунд и вдруг заметил похожие на двоица НЛО, которые летели на перерез моему самолету, примерно в 100 метрах от его носа. Два объекта летели так ровно, без всякой тряски или вибрации, что казалось, будто их связывает друг с другом какая-то невидимая магнетическая сила. Вдруг они поднялись над Лонг-Айлендом и исчезли. Все это длилось примерно 20 секунд, за которые они преодолели примерно 8-10 километров. Билл Дандит, штат Висконстин, США Мне отдал его приятель Фрэнк, он нашел его в пещере около Росфилла. Фрэнк тогда просто остолбенел от ужаса, но все-таки сумел положить его в банку и принес сюда. Фрэнк сказал, что не хочет, чтобы его находку конфисковало правительство. Еще он попросил мне открывать банку, потому что не знал, что может случиться, если это существо окажется на свободе, вдруг оно живое или еще что-то. Так что с тех пор я банку не открывал. Фрэнк сказал, что собирается в Зону 51. Зона 51 это секретный полигон в штате Невада, где проводятся испытания новейшей авиатехники, почитаемый также среди уфологов, как место, где можно чаще всего наблюдать НЛО. Но я не знаю, добрался ли он туда, мы некоторое время общались, а потом я потерял его из виду. Мы ничего о нем не слышали уже более 10 лет. Я увидел его посреди огромного болота, он двигался по опушке леса. Сначала я подумал, что это медведь, но когда я подошел поближе, я увидел его силуэт, больше похожий на человека, чем на животное. Я заглянул в его янтарного цвета глаза и отошел подальше. У него были очень длинные руки, это была страшная тварь. Я боялся выстрелить и промахнуться, а к тому же одной пуля его все равно было не убить. Так что я повернулся и дернул оттуда как можно быстрее. На бегу я оглядывался, боясь, что он загробастает меня своими огромными ручищами. С тех пор я ни разу не ходил на это болото. А на этом наш ролик подошел к концу, если он вам понравился, не забудьте подписаться и поставить лайк. Субтитры сделал DimaTorzok